Для меня государственный архив это... Через 100 лет кто-то найдет, а в личном архиве... А что нужно сделать, чтобы сдать туда? Бог узнает. А вот ты тоже не сдал. Узнать нет, узнать могу. Какие представить документы? Узнать могу. Какие-то описи или какое-то представление, учреждение, чтобы взяли эти самые... Потому что если я... У вас, например, есть свои личные дневники орнатологических экспедиций. Они у меня написаны для меня, для себя это нет. Но, скажем, у меня есть... А у вас, например, нет желания свои полевые дневники передать в архив? Нет. Государственные? Нет. Нет. Потому что они настолько... Понимаешь, у меня в те времена была изумительная память. Я сотни телефонов помнил наизусть. Ну, я сейчас тоже слабо, Бог милого помню. Поэтому я в дневнике, не так, как Саша Кищенский, он какие-то делал пометочки на ходу, потом он садился, часа два он переписывал, переписывал начисто, в виде прямо готовых статей. Я никогда этим не занялся. Я жил костёр, я варил вкусную еду в это время, а он там сидел, скрючившись и писал, писал, писал почерк мелкий, абсолютно разбираемый. Почерк очень хороший. Если вы помните, когда я читал, просил Лену как-то раз достать дневник. Каллиграфическим почерком всё писал просто. И вот, поэтому у меня какие-то зарисовки, какие-то отрывочные вещи вставляются куда-то, этикетки к птичьим этим вкладкам, там, всякие число, сколько я есть. Как они не вместе с вкладкой хранятся? Нет. В вкладке я писал этикетки на основании дневника. В дневнике я записывал, когда нашёл капельницу, что такое. Но очень так более темно. Вы никогда ни разу не слышали, Женька Коблик вернулся с Дальнего Востока и привёз великолепные тушки. Лео Суренович, светлая память, он смотрит на эти тушки, говорит, Женя, вы мастер. Но, Женя, а где же этикетки? Лео Суренович, этикетки все в блокноте, я вот сейчас перепишу. А Лео Суренович говорит, Женя, а вы представьте себе, что как по Булгакову. Вы сегодня идёте домой, и вас, простите, Женя, переезжает трамвай. Ну, я так же. Я, как Женька Коблик. Так же, да? Абсолютно так же. Потому что я клал номера. И в коробочку, где кладка запакована, и в тот самый тючок, где гнездо завёрнуто, я клал номера. А там у меня первый номер, то-то, такое-то число и так далее. Причём, когда приезжал домой, я всё это разбирал. Кладки я клал уже нормальные. И по свежей памяти, что запомнил про неё, я там писал. Так что там этикеты более-менее нормальные.